Похоже вот на дурной сон, который ты плохо помнишь с утра. Здравствуйте, мои дорогие любители поиска глубинных смыслов. Пищи для вас и так много, ее можно находить даже в сохнущей на стене краске. Сегодня же случай интересней, и прям как мы любим, космический хоррор Сигналис, который будто был выпущен в далеком 1998 году на первой PlayStation. С аниме-девочками. С аниме-девочками. Я, честно говоря, не из скучающих по тем славным денькам, но хорошую стилизацию ни за что не пропущу. К тому же с недавнего времени с подачи зрителей стал играть, чего уж там проникаться представителями жанра той эпохи. Сигналис умело хватается за прошлое, чтобы обратить наше внимание. А потом плавно погружают в очень загадочный мир и сюрреалистическую историю. И они оказываются ценными сами по себе. Не только благодаря стилизации эта игра интересна. Будущее не сулит ничего хорошего. Мы это и так знаем, но будущее Сигналис что-то совсем какое-то гнусное. Мракотает тотальный контроль, но не неоновый и веселенький, как в Киберпанке, а прям непроглядно-депрессивно-красно-черный трындец. Конкретнее-то и сказать нечего. Мы вообще ничего не знаем, когда героиня Эльстер просыпается от криосна. Приходится не только по крупицам собирать информацию, но и выживать. Потому что другие реплики, это такие андроиды-клоны, совсем слетели с катушек и хотят вас покромсать. Единственное, что хорошо понятно, мы играем вот за одного такого андроида, которая должна найти связанного с ней напарника Гештальта. То есть типа оригинал как бы, человека оригинал. Четких ответов на вопросы будет очень мало. Это путешествие в глубины сознания со множеством мелькающих кадров и тайны-тайны-тайны. Сюжет здесь как головоломка. Почему реплики сходят с ума? Каким образом мир дошел до тоталитаризма в стиле нацистской Германии? И как редкие персонажи вообще друг с другом связаны? Особенной фишкой игры стало эклектичное сочетание вот этих анимешных персонажей, гнетущей военной атмосферы а-ля Второго Рейха и немецких надписей вокруг. При том, что у нас тут некое будущее. То есть здесь все, что в мире игры существует, оно на немецком. И оно не переводится. Короче говоря, лунная база. Секретная лунная база Гитлера. Что-то такое. Железное небо это называлось, да. Именно-именно. Или как во второй части Вольфенштайн. Вот такой вайб, но только в хоррор направлении. Потому что сверху еще немного приправлено таинственностью Лавкрафта. Похоже вот на дурной сон, который ты плохо помнишь с утра. Но очень интересно собрать воедино логическую цепочку, выстроенную твоим мозгом. При минимуме диалогов и однозначно трактуемых событий, есть такие вайбы последних серий Евангелиона, когда просто полный звездец творится. Ты ничегошечки не понимаешь. Просто картинки какие-то мелькают, и ты должен понять, господи, что же эти люди несли, и что это в целом значит. Очень классные впечатления, тем не менее. Потому что эстетика, потому что вот таинственная атмосфера, все вот это сочетается в какое-то интересное, я говорю, в итоге впечатление. Понятно. Короче, словили вайб артхауса. Да, это абсолютно точно, это артхаус, никак иначе. Но если вам такое нравится, это прям забирает наглухо. Игровой процесс при этом самый, что ни на есть, очевидный. Эдакий резидент с ограниченным инвентарем, малым количеством патронов, да еще и убиенные андроиды имеют неприятное желание воскресать прямо на ваших глазах. Будто ранее не получали пару выстрелов в грудь из дробаша. Бродим из комнаты в комнату, пытаемся пройти дальше. На пути встречаются загадки, несложные по сути, но очень круто вписанные в антураж. Не похожие на внезапные пазлы, там где их не должно быть. Типа вот как в резиденте, собери пятнашку и пройдешь дальше. С чего вдруг в замке пятнашка появилась, да? Нет, сэр, дергайте рубильники, чтобы вольтаж подобрать. Найди шифр для сейфа и используй радиоприемник, чтобы вот какие-то частоты тебе что-то сообщат интересное. Но ты должен знать, какие частоты и догадаться, почему они друг с другом связаны. Все супер логичные задачки, поэтому не застрянешь. Если читал внимательно документы, запоминал любопытные находки и так далее. При этом круто разбавляют происходящие секции от первого лица. И они там не просто так, они еще и сюжетно, неким образом плетены, хитро. Этот момент вам придется самим разгадать. Там уже целые трактаты, если что, в интернете. Да, эссе уже на ютюбе, да? Ажа. На ютюбе не видел, пока на реддите, но так или иначе уже такие портянки. Играется очень комфортно, наверное, даже слишком. Экшен скорее про планирование, чем про реакцию. Потому что всегда везде можно успеть. А если нет, то лечилок на самом деле выше крыши. Многие моменты просто обходятся, если не лезть на пролом. Ну, такой условный стелс. Он работает простым образом, не включил фонарик. Главное на глаза не попадаться этим репликам, ходящим туда-сюда, и все. Просто иногда забываешь выключить фонарик. Вот и все. Входишь в комнату, они такие... Все логично и просто, на самом деле. Так чем же хороша сигналис? На самом деле глубиной и комплексностью повествования. Густой и стильной атмосферой. И вот неординарным антуражем, где все немецкое. При этом приятно играется. Без ненужной напускной грандиозности. Проект явно вот не для всех. Зато если вас цепануло то, что вы уже увидели там в ролике, неважно, в трейлере или в этом видео, тогда на крючке вы будете до самого конца. И всего-то часов на 5-6. Много на нее не надо тратить времени. А потом бессчетные часы дополнительного задания в виде понять, что же ты увидел-то на самом деле. Что же тебе показали. Артхаус в чистом виде про немешаных девочек. Главное, что про немешаных девочек. Главное, да. Потому что они еще и лесбиянки. Все понятно. Ну понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова